Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисан. Добро пожаловать в новую серию нашего прохождения третьего Ведьмака. Я говорю спасибо тем, кто сейчас находится тут, кто поставит лайк этому видео, кто ставит свой комментарий. Если ты еще не подпишешься, то подпишешься на мой канал, я буду очень сильно этому рад. И, ребята, давайте мы наберем 100 лайков на этой серии третьего Ведьмака, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла даже сегодня, даже в этот же день. Ребята, я говорю, я стараюсь всегда для вас, я могу выпустить там парочку видео в день, если, конечно, вы этого хотите. А чтобы показать, что вы этого хотите, пожалуйста, поставьте лайк. Еще раз скажу, набираем 100 лайков и в следующей серии Ведьмака выходит как можно быстрее. И давайте продолжим, мы в предыдущей серии остановились тут, нам нужно следовать за Ивасиком. Мы его нашли в предыдущей серии и сейчас мы за ним будем бежать. А это кто там? Хм, неинтересно, кто это там нужно будет потом за ним сбегать. Опять эти, мать его, утопленники. Нам нужно их убивать будет 100% сейчас. Ох. Отравление, вадь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да дайте я тебя пну. Так, все, этого убили. Мозг. Мозг. Ухо чудовища. Так, круто. Убили мы чуваков, сейчас потопали дальше. Кто это там ходит, бродит? Хух. А куда нам нужно следовать, просто следовать за Ивасиком? А, он голос утерял, кто не помнит, в следующей, в следующей, в следующей серии он об этом говорил. А, поэтому мы сейчас за ним следуем, чтобы он нам что-то, я не знаю, рассказал, показал. Вот сейчас он куда-то нас ведет, хрен его знает куда. Мы пришли? Да, я гляжусь. Че там? На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. О-о-о-о. Обыскать воронье гнездо. А как мне туда залезть? Опачки. Так это ворон, мать его. Я же говорил в предыдущей серии, когда мы это увидели, вот эту летающую фиготень. То, что это ворон. Только это нахрен какой-то, никакой ворон. Это какой-то дракон. А не ворон. Охренеть, ворк. Где, в какой нахрен параллельной вселенной это ворон. Я буду рад, если он нас не с одного удара убьет. Ну, почти. Гарпии. Так, сейчас. Ну, гарпии, они, в принципе, не такие уж сильные. А вот этот тут... А! А вот этот ворон, мать его. Я говорю, этот дракон какой-то Скайрима убежал, а не ворон. А вот этот ворон. А вот этот ворон, мать его. Так. Паскуда! Это гарпия, мать его, иди сюда. А их, в принципе, не так уж и сложно убивать, да? Как я понял. Ух ты ж. Ох, тут много всего. О, мутагены. А там смута... Сейчас. Мутагены! А я же могу это все... А ну, сейчас, крафтить. Вот зеленый мутаген, да. О, да. Крафтим. Это же можно крафтить. Три маленьких мутагена, крафтишь, и получается один большой. А как мне его использовать? Вот тут, да? Плюс 100 здоровья, плюс 50. Ага. Во, 100 здоровья, это до хрена, если честно. Так. Запечатывай вороньевый пир. Может вам нужна эта бутылка? Может. Хрен, не знаю. Я не знаю, что ему нужно. Сейчас посмотрим. Так, вылечимся немного. Ой! Не умирай. Хотел сказать Гендаль. Какой напинь Гендаль, Геральт. Держи. А, это он типа попьет что-то и... Да? И... Джина вызовет. Я же сказал что-то в этом роде. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Картинка! Пердеж! Как звучит! Пердеж! Король купил корону на коронацию королеве Бруге! Навеселился уже? Мои любимые слова! Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы, все равно что лизать улиток через сукно! Спасибо тебе, славный! Кто бы ты ни был, прощай и будь здоров! Ау-у-у-у-у-у-у! Ты мне помог, так уж и ты мне помоги! Ты мне помог, иди в жопу! Преводит в прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен слугами! как можно запечатать голос в бутылку как можно упрятать голос в бутылку я думал ты какой-то нормальный такой маленький кажется прикольный а он такой паскуда почему ты потерял голос как вышло что ты потерял голос просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попить дроздами и не могу извлечь ни звука я старался изо всех сил до меня чуть удар не хватил тогда я пошел в деревню там говорят новая колдунья творит чудеса а люди стали кричать душегубик душегубик и спустили на меня собак я что похож на душегубика не похож вот и я о том же по моему это дело ведем кто еще мог меня закладывать знакомый дрозд помог мне отыскать голос но достать его я не мог попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку бесполезно вороны ведь ведьма служит я ищу девушку с серыми волосами не видел я еще вы не видел как-то с утра я вышел как всегда сделать кучу это мой любимый момент это кучу о том что я подумал птички поют ветерок веет сижу я значит довольный а тут как жахнет как грохнет ниоткуда выявилась девица молодая серовласая как ты сказал а вдавалок она была ранена едва дышала от усталости она получалась сторону детских хат и не слайд будто за невидимы гнались я конечно уругал ее что она мне помешала но она не слышала а кто это женщина из деревни на болотах я был в деревеньке на болотах и встретил женщину она наверное и есть ведьма тебе не показалось что она привет мягко сказано значит это не я страны она просто бабка а сирот их заботится она говорит вот и меня дети выдумали сиротский приют на болотах а чем тебе болото не нравится я тут всю жизнь живу и всем советую знаешь что да знаешь о ведьмах они старые как это чаще вредные злые лучше их не злить если кто то все перешел им дорогу могут отобрать голос а могут отобрать жизнь как им сдумается гнусные бабы но по-своему заботятся об этой земле говорят они всегда выполняют обещанное только надо думать о чем просишь ты их не встретишь и не услышишь покуда они сами не захотят и помни они слышат и видят все что делается на болотах куда она пошла если она побежала в сторону приюта может опекунша что-нибудь знает или дети бабушка с чужими разговаривать не станет с тобой разговаривать я так не подход знаю ладно ты мне помог и я не утопленники или как их там бесят они если честно так ну что топа и васик опа тут какой-то домик а ты ты ж паскуда не успел я сказать не появляйтесь пожалуйста и вы сразу появились да вашу мать как вы так сильно бьетесь так что там есть как они меня бесят этот похренеть как мягко сказано паскуда да мозг чудовище я не знаю нужно ли она нам может пригодиться потом так тут что-то может и будет так тут мы что-то нашли и там что-то внутри тоже есть закрыта вашу мать а я никак не могу то есть ну ладно закрытые вот эти врата их как-то нельзя открыть не врата двери хрен его знает честно а может о да я пнул рукой и она нет ничего там никакую дырку не проделала а а нет никакой дырку не проделал хрен его знает честно я думал если вот это мы сейчас взорвем то может знаете на чё там то есть знаете я думал что сейчас мы вот это взорвем и может там какая-то дырка в стене появится и мы сможем туда зайти но хрен ладно побежали в асик и уйдите вы в сраку ребята не меня так бесит что это с ума боже сойти ах ты ж нафиг сейчас ребята вашу мать жопа вам честное слово я же сказал бесячие конечно ух ты хрена себе сколько там мечей по выпадало что там выпало рюкзак это стрелы что там выпало еще охренеть тут столько всего а это всякие вот эти мечей потом просто-напросто попродавать можно будет да и все но побежали и басик и басик куда нам бежать и басик вам не пожалуйста хоре вот эти больше утопленники я я тут чувак я тут я тут ты куда ты чё остыл они очень бесячий опа что-то это с травы собрать а главное чтобы вот этот и вася сейчас васёк короче или как его там чтобы поговорил поговорил с этой бабулей а то она вообще если честно ни с кем не хочется разговаривать может она сдружится с этими васиком все в порядке ни пол ведьма не видать сейчас твою бабушки успокою ее саловьи уже умокли умер ветерок а луна из черных тучек сыплет свой песок поешь ты снова поешь прям басков как ощущение такое что я где-то потерял переход на вторую октаву вернусь домой поищу нельзя тебе здесь быть и васик не можешь ты сюда приходить тихо тихо ловуся спокойно тебе время волноваться опять тихо так ты можешь привести меня к ведьмам сероволосая девушка ты можешь привести меня к ведьмам бабусь ты только не сердись этот индивид очень хочет встретить хозяйка нет нельзя это очень важно индивид заткнись а ты бабуся выслушай меня я нашел ясеньку когда она пропала нашел горячку гневки унял унял в обмен я тогда ничего не просил ты же помнишь я даже за голосных претензий так вот сейчас я кое-чего хочу ты уж бабуся ему помоги этому индивиду а то же он меня изводить будет кучу навалить спокойно не даст кучу девка у него пропала хозяйки смогут найти раз уж ты так просишь и васик помогу ему ну спасибо тебе чувак и васик спасибо за то что принципе помог уговорил эту бабулю а то когда мы к ней подходили и что-то у него спрашивали она только уходите 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 не хотим с вами разговаривать уходите отсюда уходите и это бесило если честно очень не любят его что за женщина на габилете это хозяйки всемогущие хозяйки отзовитесь на призвание жалкий черт перед вами станет как ты смеешь нарушать наш покой женщина это я хотел с вами поговорить я знаю что вы встречались с сероволосой девушкой которую я ищу где она может он любит только сероволосых но для меня как дочь эта девушка моя приемная дочь с такой красоткой это не мешает мне мешает что с ней стало значит вы встречались расскажите мне все прямо в лоб может и к лучшему скажи духу у тебя хватит весных твари ты не боишься это же геральт у кого он боится и времена настали белоголовый человек пошел на человека земля напиталась кровью зло сильно как никогда прежде напившись гневые страданий темная сила вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями староста деревни штейгер и тебе все расскажет не забудь только взять с него плату как выполнишь задание теперь наша служанка даст тебе стилет договорились только я не знаю что с этим я поговорю на ничего не обещаю а ты возвращайся когда выполнишь задание да госпожа стилет принести стилет вот тебе стилет хозяйки велели тебе дать даю этот стилет а чё это о ни хрена себе лату от старосты положишь на баллон лысый баллон баллон лысый знает баллон баллон слышит бабушка погорится старость то и штейгеров а это наверно вот там так да не пари так а где тут выход вообще так сейчас опа тут много ухты ни хрена себе тут много всего так это украли одолжили будем так выражаться а дайте мне пройти этот бабуля винный камень не ори пожалуйста и вот туда еще что то есть есть ух так а а еще ограбим тут нафиг все холст а а тут что серебро нормально тут что флорины нормально это чё там за трупак флорины этот тут раньше была вот эта картина да потому что так кажется а медитация медитация так просто не хочется тратить вот это все здоровье точнее так как нам вывести оттуда вот эти все наши припасы да проще напросто пару часов там помедитировать и помедитировать и потом вас ну восстановится вот это все здоровье ух потопали это вот то что я да пройди ты уже толстенький герль это вот то где мы разговаривали где я вам говорил о том месте когда мы проходили мимо сивасиком то что ой чё ты вот везде вот эта хрень то что там были какие-то люди мне показалось интересно кто это такие это вот то что я думаю ну побежали туда 100 метров осталось тут что то есть у тебя сегодня плохой день охренеть ребята вы шестые уровни охреначитесь так как будто проклятие заклятие чтоб тебя он колдует ух ты кто там такой ух ты кто там такой ща ребятам их запинаем вот там еще и утопленники да вы чё вообще нахрен сдет тебе еще и утопленники да я сейчас да это да хрен там с два эдисон жарембо он может и утопленников и баб там всяких ягд поубивать и бандитов и всех подряд а а вот мои мачуки это нам тут в этой игре это сука еще и геральт с конченным твоим щитом твою мать кроны я я я знаю ребятам еще всех не переубивали но сейчас так и вот тут и вот тут идите вы в сраку эти утопленники они если честно больше бесит чем те же бандиты бандюганы потому что они там не хиленький такой урон наносит они если честно более такие шустрые так опа деревня штегери круто не знаю чем круто но круто так что мы сможем тут украсть быстренько я все покраду так ну вроде все давайте с этим мое почтение что тревожит людей в деревне приятная деревня ну так просто жемчужина болот раз вы так говорите и как тут живется ну так от зимы до зимы узнаешь стилет да да суды не знал что вы им принадлежите хорошо что мы понимаем друг друга кто меня прислал хорошо так будет проще не знал что вы от хозяек леса нечестно вы пользуетесь их помощью от самого пострижения каждой в их власти Они о нас и заботятся. Суровые хозяйки, но справедливые. Много требуют. Только ведь ничего легко не дается. Кто разогнал моровое поветри? Кто дал зерно для посева? В других деревнях людишки сапожки жуют. А нас вот как-то идет потихоньку. Ты встречал их? Ты встречал хозяек леса? Никогда. Они только избранным показываются. Может, когда и меня позовут. Ты слышал о сероволосой девушке, которая попала к хозяйкам леса? Ничего такого не знаю. Поклонитесь хозяйкам, да и спросите их. Они слышат все, что в велине творится. У них есть соглядатые? Сам лес для них слушает. Слово единое. Нежели в недобрый час сказано, может их разгневать. Твои просьбы и молитвы они тоже слушают. Бывало, пастух потеряет свинью. Заплачет на развилке дорог. И тут прямо на него свинья эта выбегает из чащи, будто за ней лихо гонится. Перейдем к делу. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу, злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночь и наяву. Люди с пястьями выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Надо бы напрогнать темную силу. Давно это творится. Когда все это началось? Да уж почитай, три года как. Помню, день был теплый. Я пошел проверить силки. Вынимаю зайца из ловушки. А тут разом темно сделалось. Хотя середина дня была. Я сперва подумал, буря будет. Такой писк раздался, что у меня уши заложило. Вдруг зайц у меня прямо в руках сгнил, а листья пожухли. Хотя лето только начиналось. С тех пор плохо у нас стало. У людей зубы почернели, как в огне веточки. Бабы сварливые стали. Цепляются друг другу в зенки, не пойми с чего. Ну и дети. Калеки родятся. Хромые. Страх и ужас. Мы давно уже просим хозяек леса о помощи. Нужно больше сведений. Мне нужно больше сведений. Лучше сами взгляните. Еще прабабка меня палкой била за то, что валандался по шепчущему холму. А уж что там сейчас? Пару раз окрестные мужики собирались. Хотели вырубить деревья и выжечь заразную землю дотла. Да только ни один не вернулся. Земля под травой белая от людских костей. Я смотрю. Хозяйки леса не знают, что это за сила? Они все знают. Старая Текла говорила, мол, это кара ихняя. Потому как люди их не уважают. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы? Раз вас прислали. Я пройдусь по шепчущему холму. Токма, осторожнее, сударь. Не думайте, что легко будет. Ну, это предупреждение для нас такое. Ладно, ребята, давайте уже на этом будем заканчивать эту серию. Я не знаю, сколько она длится. Я сейчас посмотрю быстренько. Нормально уже, ребята. Поэтому давайте на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите продолжение третьего Ведьмака, поставьте, пожалуйста, лайк. Как только набираем 100 лайков, сразу же выходит новая серия. Когда это будет? Завтра, послезавтра или я не знаю когда. Зависит только от вас. Также, если вы хотите со мной пообщаться, что-то спросить, посоветовать или просто-напросто еще что-то. Все, что вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий, задать свой вопрос. Я буду рад его прочитать и ответить. Также, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику. Поэтому не стесняемся, подписываемся. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.